ну что ж на дворе уже стало чуть теплее чем было вчера пора варить какие-нибудь легкие блюда я подумал что неплохо было бы что-нибудь рыбного приготовить у меня как раз накануне приехал наш друг геннадий милич притащил знаете как у взрослых людей всегда есть такая черта нужно ехать обязательно с какими-то подарками самыми может быть минимальными привез звено осетра и говорит василий свари солянку из осетра я говорю геннадий милич с удовольствием но с утреца сбегал на рынок купил вот такого вот карасика 400 граммов оттуда уже вынул кишки и жабры с чешуей все оставил я хочу на нем наварить бульон прежде чем делать солянку ну а звено осетра конечно же нужно тоже распотрошить для того чтобы отходы которые у нас есть пустить в бульон мы все знаем что нельзя ничего выкидывать тем более когда попадается в руки дикий осетр это же можно сказать удача то есть по сути что нужно снять реберную часть и шкуру и все филейку оставить для того чтобы потом добавить уже в готовую соляночку а эти ошметки все сюда значит самая крайняя часть брюшка где больше всего жира я его отправляю чтобы это все наварился чтобы наварился вкусный бульон значит вот такие вот кусочки осетра остаются я сюда сразу же луковицу опаливать ее не буду но использую только половинку обязательно лаврушка обязательно небольшой кусочек морковки тоже обжигать не буду белый бульон варим ну и соответственно что у меня здесь осталось ребра заканчивается я пленочки вот эти вот не убираю их оставляю ничего страшного я люблю эту вещь потому что когда посмотришь как люди филируют рыбу и как обучают филировки то есть они доходят вот ребро снимают и там где ребро заканчивается они раз и подрезают мясо а куда вот это брюхо то самое вкусное даже к самый краешек жирный который я оставляю на коже и отправляю варится вы его потом когда фильтровать будете любители брюшек достаньте и съешьте и он как раз выварится очень вкусный будет хороший кусочек мяса но вернее кусочек жира он два кусочка филе ну и соответственно шкура и хрящи дадут самый лучший крепкий навар обязательно сюда нужно добавить стебли петрушки петрушку я так ножничками обрезаю прям стебли эти отправляю сюда все можно отправлять на плиту если времени полно можно залить холодной водой и спокойненько вываривать если вы торопитесь возьмите чайник вскипятите воду это кстати мой спонсор как я без рекламы но так не бывает же правильно starwind бренд в описании ссылочка на их интернет-магазин там еще несколько брендов много разной бытовой техники все доступного ценового сегмента ну и соответственно вот я юзаю чайник смотрю как все происходит он правда еще и подсвечивается ночью знаете включат не знаю для чего подсветка ночью когда на кухне нет света значит отключили электричество но вы знаете можно в романтический ужин устроить сесть выключить свет и включить чайник и он будет подсвечивать и все эту воду вместе с карасем плавающим отправляю на плиту пусть варится соль тоже добавлю сейчас блин будет готов через 35 минут соль тоже сразу добавляю перец перец все пусть варится перчик сейчас заварится и когда пена пойдет вы лишний перец с пеной вместе снимите все красиво карась плавает до в аквариуме обязательно оставляйте чешую с чешуи самый мощный навар можно вообще взять только чешую у вас получится холодец который можно будет нож втыкать бульон хорошенько наварился шумовочкой нашего карасика тут достаем если вы не едите такие вещи то его следует отправить куда-нибудь в переработку если вы любите погрызть ну а ситровый то хрящи то конечно же вкусно очень погрызть обязательно соль перчик можете немножко сбрызнуть их уксусом или лимонным соком и сидеть жевать будьте аккуратны там есть чешуйки по боку по спине твердые чтобы зубы остались целыми овощи отварные сразу же выкидываю можно было бы конечно их оставить там но они превратились в кашу и это все мне не подходит так я пока промежуточным вариантом воспользуюсь и процежу через сито бульончик бульон получился очень наваристый он там уварился практически чуть ли не в два раза я заранее нарезал мелким кубиком соленый бочковой огурец здесь у меня примерно где-то два небольших огурчика если в ложках значит то 3 столовые ложки огурца но учтите что у меня бульона здесь вот тут есть риска у меня да если у меня бульона всего лишь один литр я сейчас посмотрю если вдруг будет не хватать жидкости то я добавлю немного воды хаунд хорошенько варился хотя здесь небольшое количество картошки всего этого лук я режу таким же кубиком как и огурец и я сразу же отправляю кастрюльку ополоснул поставил на огонь и буду делать зажарку пассеровку для солянки прям в кастрюле чтобы не менять там количество сковородок и всего прочего картошка тоже здесь у меня стоит только единственное нужно нагревать кастрюлю до тех пор пока не выпарится вода иначе вы масло нальете начнет взрываться все дальше пока у меня кастрюля нагревается томат есть масса вариантов там советской солянки сборной томат идет вместо томата томатная паста потому что в зимний период конечно сложно было как сейчас например искать спелые вкусные томаты ну или дорого покупать или вообще никто этим не заморачивался использовали консервированные до томатная паста это очень хорошо она создает вкус советской кухни но когда мы я вначале когда сказал что охота легких рецептов что наступает уже время весны лето лето скоро уже наступит может вы летом сварить такую солянку используйте вкусные настоящие томаты не будет такого яркого цвета но зато будет особый такой освежающий вкус смотрите если значит вы усидчивая хозяйка то вы могли почистить помидоры заранее и наваривать бульон вместе со шкурками от помидор потому что потом все равно фильтруете но видите я не усидчивая хозяйка и не усидчивый хозяин поэтому шкурки я выброшу шкурка должна быть тоненькая ничего никакой мякоти не должно оставаться вода должна быть уже выпарилась да значит сюда маслица небольшое количество теперь огурцы и лук вот что я делаю с кусками осетра в зависимости от ваших пожеланий знаете если охота чтобы все было максимально как бы это гламурно мощно берите делайте куски поболее но сразу хочу сказать чем крупнее кусок тем дольше он должен вариться поэтому если вы торопитесь и экономите на каждом этапе хотя бы две минуты то в общем счете 8-10 минут вы спокойно можете сэкономить на всей варке лук с огурцами немножко обжарился теперь я сюда отправляю помидоры помидоры можно покрошить я крошить не буду я хочу чтобы в итоге у меня такие кусочки какие-то обязательно весь сок нужно отправить сюда и самое главное как не крутите ведь вкус солянки это что это вкус обжаренного томата и лука если вы сделаете все то же самое с теми же ингредиентами и не они сделайте пассировку куса солянки того не будет ее можно назвать солянкой чем угодно но это будет не то что требуется нам для производства вкуснейшего супа который у каждого русского человека вызывает аппетит теперь добавляю картошку и выливаю бульон не смотрите этого количества достаточно добавлять воду не буду и вот теперь сейчас уже видно что цвет цвет солянки вот он такой немножко красноватый но это же не мясная солянка где мы там вытушиваем томатную пасту вот этот тот самый цвет вот он слегка такой как бы красноватый оранжеватый как бы правильно сказать цвет солянки я бы его даже назвал как отдельное звено сейчас нужно проверить на соль перец и дождаться пока сварится картошка вот как только картошка будет готова добавляем остальные ингредиенты когда картошка уже сварилась пора отправлять сюда куски рыбы просто я выкладываю так чтобы они друг дружки не касались потому что если они будут слившиеся во время подваривания скажем так они приклеятся белок к белку и ставлю буквально на одну минуту не более в продолжение кусочки рыбы немножко бульон остудили на пару градусов сейчас он поднимется температура я имею виду и вот ровно одну минуту варится у меня в пакете когда на рынке я карасика этого приобрел обнаружилась икра я ее отложил ее нужно тоже обязательно добавить если например у вас есть целая сетра вы там печень молоки что-то попадается у вас обязательно добавляйте если вы готовите например солянку и используйте чавыча у чавыча огромное сердце его тоже пополам затем размером с куриное тоже можно туда все рыбные потрошки которые вы едите рыбный пузырь тоже туда отправлять получается очень 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 хорошо и вкусно и соответственно грохотать я не буду освобождать от пленок ну на такая знаете тут же и стыки не очень крепкие я прям отправляю нужно ее так размешать чтобы большая часть икринок пока подвариваются они подвариваются тут же вот смотрите что происходит видите когда она сварилась она становится розовой это карась обыкновенный и то же самое делаю с остальными с остальной частью я имею ввиду все размешал икра приварилась температура у бульона высокая сразу же отправляю сюда оливки ой маслины маслины не знаю вообще во всем мире нет такого слова маслины только в россии в русском языке и обязательно нужно нашинковать петрушку солянка из-за сетра это совершенно иное блюдо оно не имеет ничего общего солянкой сборной мясной и солянкой сборной рыбной у меня конечно она почти что сборная потому что я наваривал еще дополнительно на карасики икру карася добавил но чаще всего сборная солянка рыбная туда идет помимо красной рыбы еще и копченая красная рыба для того чтобы да вот такой аромат как в мясной солянке мы добавляем сосиски для копчения для аромата копчения то здесь в отличие от той эта солянка получается очень нежная легкая и самое главное очень вкусная там кислота от томата от свежего совершенно иная я хочу еще добавить немножко соли и немного черного перца ну все солянка готова пора наливать и обязательно долька лимона ну как солянка рыбная или мясная без лимона но еще знаете что я для подачи у меня есть сметана как еще и без сметаны и без с ржаного хлеба делайте вот так большую ложку густой жирной сметаны потом ее можно размазать а пока что кладите на тарелку и подавайте гостям ну что самое главное что вот лимон когда ты сюда его опускаешь мне кажется вообще все солянку делает лимон порой потому что вот этот горьковатый запах он дополняет все остальные ингредиенты его знаете можно немножко так помять что ли я себе богата в тарелочку положил по-царски даже не знаю с чего начать картошка картошка готова сметану на край хлеба кусочек осетра рыба получается сочная за исключением того что обязательное условие это наличие вкусной не окислившийся рыбы ну а заржавевший я имею ввиду рыбий жир окисляется иногда осетр очень долго лежит заморозки и становится такой старый ищите всегда свежий аромат осетр тогда конечно вот это вот царская солянка будет по-царски на вашем столе да не варите долго оливки то есть в конце добавляйте иначе оливки дадут вкус лишний суп должен быть такой яркий и одновременно легкий приятного аппетита дорогие друзья я ваш от счастья задохнулся вдох такое дело выдохну очень вкусная солянка весна лето если вы ее остудите то ее можно есть холодный вообще потому что здесь нет никаких бараньих жиров которые застывают на зубах и так далее холодная рыба холодная картошка и можно как окрошку если еще кваском немножко разбавить и вообще будет как как щучина приятного аппетита и до новых встреч дорогие друзья